Всем привет! И сегодня я хотел бы вам рассказать о таком дистрибутиве, как Runtu 14.04.2 с графической оболочкой, точнее с DE XFSE. Что же это из себя представляет? Это из себя представляет LTS версию 14.04 в качестве здесь графической оболочки, то есть DE XFSE 4.12. В интернете данный дистрибутив получил довольно неплохие отзывы за счет прекрасной оптимизации. Я уже наблюдал версию на LXDE, мне она понравилась, очень неплохая, правильно подобрано программное обеспечение. В принципе аналогично и здесь. Народ к таким вещам относится грамотно. Набор программ неплохой. Здесь у нас и гимпы, программы для просмотра, фотографии, PDF. Здесь у нас и офис, и аудиоплеер, и видеоплеер. В принципе все классно подобрано, все что нужно для начала. И Skype, и Firefox, и Transmission. И все это весит 700 метров, ровно влазит на болванку, в отличие от последних версий. К Субунту, Убунту, Кубунту. Кубунту вроде бы еще какой-как, так она еще и влазит. Единственное, что мне не понравилось. Это замусоленный ужасный внешний вид. Ребята, ну в вала, мне кажется, тема оформления, которую можно было применить. И как-то с конфигами, не знаю, там что-нибудь сделать, чтобы изначально раскладка была как английская, так и русская. Не каждый человек, кстати, это не то, что болезнь только этого дистрибутива. Я частенько запускал Убунту, да, и там тоже не определялась клавиатура. Не всегда, по крайней мере. Все просто настраивается. Убираете Alt Shift, все, она работает. Она уже работает. Но новичку, для того, чтобы сделать это, нужно немножко узнать, куда лезть и что, как делать. И лишняя для вас головная боль будет на форуме. Потом тема оформления. Я понимаю, что вы хотите, чтобы это выглядело как тема радианца на Убунту, Линукс. Но вот эта вот полоска, она сюда не в Pay, не в Красную Армию, вы поняли, о чем я говорю. И вообще никак. Как? Возьмите какое-нибудь свое оформление сюда. Почему бы нет? Ну, давайте даже попробуем самостоятельно. Так, здесь у нас есть настройки рабочего стола. Вот вы сюда вот эти кусты запахнули. Да возьмите вы, не знаю, вот даже вот этот снежок, да, к примеру, здесь. Так, значки мы не трогаем, да? Сменили, вот. Вот теперь, к примеру, у вас сборка, вот вышла зима. Поставьте вот эту дорогу, да? Потом зайдите в настройки. Так, стоп. Нам нужно выйти в главные настройки. Нет, это внешний вид. Диспетчер настроек здесь, да? Если не ошибаюсь. Так, внешний вид. И давайте посмотрим, какие здесь темы есть. Блин, видите, вот этой страшной мудозвонской полоски уже нет. Уже как-то выглядит все гораздо лучше. Уже поприятнее, да? Ну, значков, к сожалению, здесь нет. Я бы, наверное, установил какой-нибудь значки Humanity темы, да? Да можно любые подобрать, более-менее нормальные значки. Вот. Здесь, к сожалению, их нет. Надо ставим. Такие, как есть. Но мне кажется, так уже поприятнее, чем было. Какая-то вот эта, извиняюсь, полоска вообще не. Никак. Потом можно же поставить какие-нибудь шрифты получше. Чтобы все это выглядело как-то что-ли, поприятнее. Так, снова вернемся, где мы были. И посмотрим шрифты. Тоже вроде бы здесь все это меняется. Так, дефолтный шрифт. Так, даже вот эти хорошие шрифты. Посмотрим, есть ли тут шрифт Droid Sans. Нету. Вот. Есть еще Trebuchet MS. Это такой майкрософтовский шрифт, но довольно неплохой. Блин, ну уже приятно. Видите, как-то поприятнее. Правда, на рабочем столе как-то все стало выглядеть не очень. Ладно. Все это тоже можно поменять, перенастроить. Шрифт у нас стал немножко покрасивее. На заднем фоне шума это коты бегают. Возьмите что-ли, запилите вот сюда свою какую-нибудь эмблему. Стойте. Или я не въехал, или я не доглядел. Может, я при смене значков сбил эту эмблему. Что так тяжело взять свою эмблему. Зачем вам эта мышь, спящая на иксе? Это шутки, в шутку, конечно, это сказал. Здесь, короче, эмблемы никакой, наверное, и не было. Чтобы сменить эмблему, нужно зайти вот сюда. Можно в гимпе нарисовать красивый значок рунту. И он здесь будет отображаться. Если вы хотите спросить, что ты делаешь, чувак, это такое мини-пособие, как этот дистрибутив немножко украсить. Так он, в принципе, внешне ничем не отличается от Ubuntu. Точнее, ксубунту. Начинка от Ubuntu. И... Меня понимает, с данного дистрибутива можно слепить всё, что угодно. В принципе, можно скачать любую PNG-картинку. Например, напишем, да? R.PNG. Так, 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 так. Смотрим. Что нам больше подойдёт? Опа, видите? Сохранить изображение как? Сохраняем в изображении. Нажимаем вот здесь. Свойства. Сюда. Выбираем. Выбираем. Так. Файл изображения. Там очень много всяческих значков. Вот сюда. Опа. Уже R. Значит, это уже Rунду. Вот. Я не придираюсь. Просто на самом деле. Можно было как бы уделить внешнему виду больше что ли внимания разобраться здесь с раскладкой клавиатуры. Ведь в принципе вы же могли в версии Elite сделать это. А почему-то почему-то здесь не сделали. Ещё замечание от пользователей что 64-битная версия собрана гораздо хуже чем 32-битная. Как бы собрана от Балды. По моему мнению просто изначально дистрибутив создавался для более слабых машин. Поэтому то, что так всё собирается наверняка просто собирается не только точнее собирается не теми людьми которые собирают 32-битную версию. Потому что люди которые собирают 32-битную версию скорее всего они собирают её под себя на свои машины которые более слабые. Вообще публика которая любит дистрибутив в основном имеет ну такие нетбуки всяческие или машины 5-6 и даже 7-летней давности. Поэтому удивляться то, что 64-битная версия собрана хуже и даже очень-очень сильно отличается можно этому не удивляться. Это открытый проект вы можете зайти туда и поучаствовать при желании. Ещё хотелось бы добавить что на мой взгляд запихивают сюда либо офис который очень тяжёлый относительно ну наверное по сравнению с такими офисами которые выходят под КДЕ не помню как он называется раньше был коофис сейчас уже название вроде бы поменялось 16 раз то он ещё не сильно тяжёлый но я думаю на нетбуке запускать было бы тяжело я бы наверное сюда запихнул бы гнома офис это обивор но мэрик такой как бы он похуже но это бы сэкономило наверное гораздо больше под более полезные какие-то программы места я думаю кому нужен офис он бы всё-таки смог бы всё-таки разобраться и установить а для того чтобы просто прочитать документ достаточно мне кажется гнома офиса потом браузер фаерфокс наверное сейчас один из самых непрожорливых вот но браузер потерял былую предкость и популярность как-то хромы вот эти все завоевали больше аудиторию но несмотря на то что он среди этих вот хромообразных браузеров употребляет всё-таки меньше памяти он всё-таки тяжело и медленно будет работать на нетбуках всяческих и машинах 5-6-7-летней давности есть такой браузер Midori браузер Midori такой быстрорастущий проект там есть и блокировка рекламы и кое-какие уже сейчас плагины и употребляет он очень мало памяти и всё-таки я бы сюда запилил бы именно Midori вот насчёт почтового клиента ну это наверное самый самый лёгкий кстати я не помню ещё один был такой почтовый клиент Клаус вроде бы он назывался там тоже лёгенький но это наверное самый лёгенький ну раз вы сюда запилили очень лёгкий почтовый клиент сделайте это то же самое с браузером в принципе дистрибутив неплохой вот ну видимо вся публика больше ориентируется на версию Lite там больше и лучше приложены руки к данному дистрибутиву ну это тоже неплохой нормальный набор программ мелкие замечания настроить внешний вид будет довольно просто вот кстати FXBurn как бы программа ничего но мне кажется Brossero было бы лучше или же можно было какую-то альтернативу сюда пихнуть если вы уже запихнули сюда Skype как бы совсем не свободную программу так можно было бы уже найти какой-нибудь тот же самый NeuroLinux 4 сюда впихнуть как бы как ни крути NeuroLinux 4 наверное один из лучших под Linux вот или хотя бы уже Brossero вот удалив OpenOffice LibreOffice то есть вы бы спокойно имели место под Brossero под более полезные программы вот GIMP да непростая эта программа на самом деле такая Photoshop подобная можно сказать и своеобразная одновременно но она требует каких-то навыков для того чтобы обрабатывать снимки есть более легкие аналоги это редактор Pinta он гораздо проще насчет вот этой программы для просмотра изображений на самом деле очень легкая и моментально открывает изображение вот тут они молодцы скажу так Subuntu гораздо тяжелее на этом обзор свой закончу молодцы желаю успеха данным проектом